Память о предках составляет главное богатство души человека. Так считают те, кто вкладывал и по-прежнему вкладывает силы в то, чтобы сегодняшние и будущие поколения знали историю своего народа и своей страны. Это представители профсоюзов. Именно им принадлежит инициатива реконструкции многих объектов исторической значимости. Много лет во главе масштабной деятельности стоял Николай Иванович Басалай. Среди ярких примеров, подчеркивающих неравнодушие к сохранению общей исторической памяти, реконструкция братской могилы немецкого лагеря-госпиталя «Ревир», а также благоустройство прилегающей территории. В 1941-1942 годах в нем было расстреляно и заморено голодом и холодом около 15 тысяч человек, в том числе воинов Красной Армии. В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе Брестского областного объединения профсоюзов братская могила приобрела совершенно иной вид. Нашли подратчики, начали работать, причем все, в том числе и профсоюзные работники, активисты во время субботников, для того, чтобы навести порядок там и сделать это место таким памятным. За короткое время, уже 8 мая 2015 года, как раз накануне 70-летия Великой Победы, этот памятник был открыт. Открыли, посмотрели, чего-то еще не хватало. И было принято решение еще все-таки продолжить, уточнить некоторые моменты уже по исполнению. И появилось опять-таки там сделать имитированный вечный огонь, обложить, больше благоустроить гранитными плитами. Вот, и эту работу тоже сделали. Уже сделали это к освобождению города Бреста. Таковы они инициативные люди, люди, кропотливый труд которых бесценен, дело которых будет жить десятки лет и хранить память о значимых событиях, о подвигах и героизме тех, кто за всем этим стоял. Без участия профсоюзов не обошлась и реконструкция мемориального комплекса «Курган-Славы». Генерал-майор в отставке Валерий Губаренко хорошо помнит, как создавался памятник Великой Отечественной войны. В 60-е годы он лично принимал активное участие в его сооружении. Когда было принято правительством Республики Беларусь о строительстве «Кургана-Славы», то были задействованы все вокруг лежащие и учреждения, и предприятия, в том числе и воинская часть, которая проходила службу. И все мои сослуживцы, и я в том числе, мы принимали активное участие в создании этого «Кургана-Славы». У нас техника, у нас машины, у нас экскаваторы, у нас, по крайней мере, люди, личный состав. Дивизия развернутая была, и в каждом полку было по минимуму по полторы тысячи человек. Каждое областное районное объединение первичной профсоюзной организации вносит свой весомый вклад в реконструкцию памятных мест и воинских захоронений. Они принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи, проводят встречи со школьниками и студентами, организовывают тематические акции. Эти люди не представляют возможным оставаться в стороне. Подводя итоги, председатель Брестского областного объединения профсоюзов отметил, сделано немало и столько же еще предстоит. Сегодня мы собрались для того, чтобы еще раз обратить на это внимание, чтобы поощрить, отметить наиболее отличившихся. Здесь и ветеранская организация в вопросах патриотического военного воспитания молодежи. Здесь и областной комитет Республиканского союза молодежи. Здесь и пост номер один Брестской крепости и ветераны. Торжественное мероприятие по случаю присуждения Высокой награды Федерации профсоюзов собрало в стенах легендарные цитадели людей, которых объединяют общие цели и ценности – сохранение памяти героического прошлого страны. Откликнувшиеся на оказание помощи в работе получили благодарности от Брестского областного объединения профсоюзов. Не оставили без внимания и те, кто активно взаимодействует с профсоюзным активом города по поддержанию в надлежащем состоянии памятников мест воинской и трудовой славы.